Уже 1 сентября учреждения образования Брестского региона торжественно откроют свои двери. Начнется новый учебный год. Как сделать так, чтобы это время прошло для обучающихся только с пользой? Чтобы первые образовательные шаги были наполнены открытиями. Полученные знания пригодились в жизни, а выбранные специальности оказались востребованными. Об этом шел предметный разговор во время большой научно-практической конференции, которая прошла в стенах Брестского облсполкома. Сегодня вопросы эффективности образования являются наиболее актуальными. Очень важно приложить все усилия для того, чтобы грамотно подойти к планированию учебного процесса, провести такую образовательную политику, которая позволила бы каждому ребенку получить возможность полноценно и гармонично развиваться. Во многом это определяется правильным курсом, который задает руководитель учреждения образования. Однозначно, качество образования должно соответствовать современности, а директор школы должен эффективно руководить современным учреждением. Критерий организаторской и деловой зрелости любого руководителя – умение правильно решать социальные вопросы, создать благоприятные и комфортные условия труда педагога, утвердить в коллективе атмосферу творческого поиска. К качеству кадров, работающих с детьми и молодежью, требования особые. Потребность в современных руководителях увеличивается в связи с модернизацией образования и оптимизацией образовательной сети. Одной из наиболее острых тем стал вопрос о развитии современной системы дошкольного образования. Сегодня главные функции – формирование здоровьесберегающей среды и повышение качества воспитательного процесса. Сохранение доступности дошкольного образования, совершенствование его качества, обеспечение здоровьясберегающего процесса являются ключевыми задачами дошкольного образования. Обращено внимание на то, что в настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в поиске новых форм организации дошкольного образования, взаимодействия с родителями-воспитанников по включению их в образовательный процесс, создании безопасных условий и развивающей среды. Но остается открытым вопрос обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Конечно, процент охвата сегодня по области сохраняет позиции, которая немного выше общереспубликанских. Однако остаются проблемы в процедуре постановки на учет, а также в посещаемости. Губернатор региона Анатолий Лис предложил представителям системы образования подумать над тем, какие поправки можно было бы внести в законодательство, чтобы избежать необоснованных дискуссий. Это очень серьезная проблема. Она, да, она социальная, но вместе с тем, значит, мы должны не просто подходить вот так, как она сложилась на сегодняшний день, не понимая, что будет в дальнейшем. Я просил бы, Ирой Николаевич, давайте вот мы и вместе, я не думаю, что это не проблема для других городов республики, мы давайте будем действительно очень внимательно подходить и проанализируем, что и как, и не должны дети тех родителей, которые не изъявляют желания. Значит, а просто занять место, такого быть не должно. Ни много, ни мало, чуть больше 160 тысяч школьников сядут 1 сентября за парты в учебных заведениях нашего региона. Из них 17 тысяч первоклассники. Пополнится в этом году и большая студенческая братья. Система образования не стоит на месте. Она постоянно развивается, учитывая тенденции времени. Большие дискуссии, развернувшиеся во время областной научно-практической конференции, это еще одно подтверждение тому, что каждый из присутствующих душой болеет за выбранное когда-то дело и хочет, чтобы учебный процесс был полноценным. А потому в завершении мероприятия лучше были награждены грамотами и благодарностями от руководства области, а также специальными нагрудными знаками от личника образования. Я очень много лет работаю. Только в лице я работаю практически уже 25 лет. И за все время своей работы я поняла одну очень важную вещь. Самое главное – это не дать ребенку некую сумму знаний, а раскрыть тот внутренний потенциал, который в нем есть, и о котором он сам не подозревает. И когда ребенок, придя к нам в лице, ничего не умеет, становится в обительном олимпиаде, получает диплом за научно-сельскую работу, либо просто узнает что-то для себя новое самостоятельно и затем восхищается тем, что он это сумел, и я в этом вижу самое главное свое предназначение. И думаю, именно за это я получила эту награду. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Адмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ»